Замена кирпичей. Для замены мы можем использовать стандартную функцию скетчапа, меню компоненты. Если оно закрыто, мы можем открыть его здесь. Окно, Default Tray, лоток по умолчанию и находим компоненты. Сейчас у меня галочка стоит, она открыта. Выбираем это окно. Здесь список всех наших кирпичей. По умолчанию показываются в виде картинок. Вот эта кнопка. Мы можем переключить на список, либо сведения. Так будут показываться больше названий. С помощью него мы можем заменить любые кирпичи на новые, не переставляя их. Здесь у меня расставлены шамутные, я хочу поменять, сделать их облицовочными. Выбираю рамочкой. Выбираю желаемый кирпич. В меню правой кнопки нахожу «Заменить выбранные». Произошла замена. Выделяю. Выбираю. Кирпич половина. Заменить выбранные. Обратите внимание, неподвижным остается точка, где находится ось. Опорная точка этого элемента. Для успешной замены оси должны быть расположены одинаково. По умолчанию они создаются все в левой и нижней точке. Также есть удобный плагин, называется «Компонент-реплейсер», он же «Компонент-дроппер». С помощью него мы можем заменить на указанные компоненты. Наложусь. Клик. Вот они заменились. Выбираю. Инструменты. Компонент-реплейсер. Заменились. Есть одна особенность. Если мы заменяем на половинку, либо неравный по размеру кирпич, что произойдет? Компонент-реплейсер подгонит их по размеру. Инструменты. Компонент-реплейсер. Вот этот кирпичик. Клик. Визуально я не вижу разницы. Он их растянул и сделал такого же размера. Здесь правильнее применить вторую опцию этого плагина. Отменяю. И заменяю следующим образом. Удерживаю Shift. Инструмент. Компонент-реплейсер. Удерживаю Shift. И кликаю на желаемый компонент. На Ctrl. Так, отмена. Вот он заменился, сохранив свои пропорции. Обращаю внимание. Замена, как в родном скетчапе, только при Ctrl. При этом сохраняется размер. Если Ctrl не зажимать, будет производиться подгонка кирпича под размер заменяемого объекта.